с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 14 декабря международный день обезьян эта традиция появилась двухтысячном году когда американский художник кейси сроу в шутку сделал в календаре друга пометку о таком празднике шутку свою очередь поддержали друзья по университету и они все вместе отметили первый в мире день обезьян а также начали активно продвигать праздник в среде онлайн с тех пор день обезьян стал праздноваться интернационально пусть и неофициально у родившихся 14 декабря 1503 год во французском городке сен-рими родился мишель нострадамус знаменитый врач и алхимик астролог и провицатель величайший шарлатан всех времен и народов получивший прекрасное медицинское образование он прославился как великолепный целитель перед которым отступали самые страшные недуги но врачебная практика со временем уступила место астрологии и в 1555 свет выходит его знаменитая брошюра пророчество мэтра мишеля нострадамуса ну а верить в астрологию или не верить это дело каждого 1924 год а день рождения раджа капура режиссера сценариста продюсера актера театра и кино на родине он собрал все существующие награды регалии известен как индийский чарли чаплин отец индийского кино и знаменитый голубоглазый король востока в россии получил звание товарищ бродяга а в европе индийский пётр первый теперь о некоторых событиях этого дня 1542 год мария стюарт шести дней от роду была объявлена королевой шотландии официальная церемония коронация состоялась спустя несколько месяцев в сложные дворцовые интриги и сложности ее собственной жизни вынудили королеву отказаться от престола летом 1567 в пользу своего годовалого сына который пятью днями позднее был коронован в стерлинге как яков шестой по приказу английской королевы елизаветы первой тюдор она была заключена в тюрьму и позднее казнена 1708 год начало печатания гражданским шрифтом в россии пётр первый привыкнув за время своих заграничных путешествий к латинской азбуке находя ее краши кириллицы решил применить латинский шрифт к печатанию советских книг 14 января была выпущена первая книга геометрии отпечатанная шрифтом который при екатерине 2 в 1787 году получит название гражданского в отличие от церковнославянского в результате реформы был изменен алфавит исключены ненужные для передачи русской речи буквы и введены новые стали использоваться те самые арабские цифры и было также упрощено правописание 1901 году в лондоне проводится первый турнир по настольному теннису было официально и зарегистрировано название игры пинг-понг своему названию она обязана сочетанию двух звуков пинг звук удара мяча ракетку а pong соответственно звук удара мяча стол простой инвентарь а главное небольшие размеры площадки позволяли играть где угодно это обеспечило широкое распространение настольной игры которая в короткие сроки стала излюбленной салонной игрой в англии а затем и других странах европы азии африки интересно что игра велась в строгой вечерней одежды женщины в длинных платьях мужчины в смокингах и фраках 1911 год знаменитый полярный исследователь руаль амундсон с четырьмя товарищами первым достиг южного полюса земли и водрузил там флаг норвегии в поход команда амундсона выступила 19 октября с 85 параллели на четырех нартах в которые впрягли 52 собаки преодолеть им пришлось полторы тысячи километров через хребты высотой 2300 3300 метров при температуре около 40 градусов и сильнейших ветрах по дороге туда и обратно путешественники убивают 40 собак из них варят суп себе и другим собакам которые еще могли работать в упряжках на полюсе норвежцы поставили палатку где позволили себе три дня отдыха а потом отправились обратно и смогли добраться до базы точно в день указаны в графике амундсона 1914 год один из шести братьев мазератти альфьери основал компанию мазератти все братья были страстными любителями техники и профессиональными гонщиками один из них марио был художником и нарисовал тот самый знаменитый логотип фирмы трезубец специализации компании стали спортивные авто в семидесятых с наступлением нефтяного кризиса больше всего пострадали прожорливые спортивные автомобили и мазерати была объявлена банкротом после этого компания поменяла несколько владельцев citroen fiat ferrari а в 2005 перешла в управление альфа-ромео и впервые за много лет стала приносить прибыль 1943 год постановлением политбюро цк в кпб утвержден государственный гимн ссср в народе прозванный сталинским слова михалкова и элергистана музыка александрова сквозь грозы сияла нам солнце свободы и ленин великий нам путь озарил нас вырастил сталин на верность народу на труд и на подвиги нас вдохновил 1984 год лишён жизни юрий соколов который до 1982 года являлся директором одного из крупнейших гастрономов москвы елисеевский бывший магазин елисеева на тверской с 1972 он был назначен директором этого магазина спустя 10 лет к власти в ссср приходит юрий владимирович андропов после смерти брежнева одной из целей андропова было очищение страны от повсеместной коррупции вскоре соколов арестован с его показания было возбуждено около сотни уголовных дел против руководителей московской торговли суд приговорил соколовок смертной казни расстрелу с конфискации имущества и лишением всех званий и наград а он между прочим был участником великой отечественной войны 1989 год в москве умирает академик академии наук ссср народный депутат ссср трижды герой социалистического труда андрей сахаров великий физик отец советской водородной бомбы диссидент лауреат нобелевской премии мира 2004 год французский президент ширак торжественно открывает на юге страны самый высокий в мире мост виадук мио огибающий одноименный городок и проходящий над широким и глубоким ущельем по дну которого течет река тарн протяженность моста 2460 метров масса 36 тысяч тонн он проходит среднем на уровне 270 метров от земли а самый высокий из семи пилонов достигает отметки в 343 метра что на 14 процентов выше эйфелевой башни его сооружение обошлось в 400 миллионов евро но еще одно событие подробно в 1893 году в москве открываются верхние торговые ряды на красной площади магазин отличался высокой технической оснащенностью центральное отопление автономная электростанция здесь арендовали места 160 фирм и частных лиц проходили выставки и концерты после семнадцатого года верхние торговые ряды были естественно национализированы и в них размещались государственные учреждения лишь с 1921 до 1930 года помещение использовались по предназначению как первый советский универмаг в декабре 1953 он открывается вновь и получает название государственного универсального магазина известного всем как гум в ссср это был самый крупный магазин к его открытию выстраивались огромные очереди которые регулировали специальные наряды милиции в универмаге работало 11 отделов текстильные товары готовое платье обувь трикотажные бельевые товары хозяйственные товары мебели ковры меха и головные уборы канцелярские товары и игрушки и конечно же культ товара сегодня это памятник архитектуры торговый квартал где представлены известные мировые бренды комфортная зона отдыха с ресторанами и кафе художественная галерея и место проведения культурных мероприятий ныне гум не имеет государственного статуса но устоявшиеся название было сохранено он стал неотъемлемым символом современной красной площади с вами был николай пивненко в проекте дата